Ни одно здравомыслящее правительство не должно и не может признавать так называемые выборы, которые армянские сепаратисты, окопавшиеся на территории Азербайджана, провели накануне в Карабахе. В этом убеждён эксперт в области международных отношений США Питер Тейс. По мнению экспертов, даже после позорной капитуляции по итогам 44-дневной Второй Карабахской войны Армения продолжает играть не по правилам, не оставляя попыток установить на территории Азербайджана свои законы. Международное сообщество должно мобилизовать силы и оказать давление на Армению, а не проводят какие-то непонятные выборы на суверенные территории Азербайджана. Естественно, этот процесс не должен признаваться ни одним здравомыслящим правительством. Это не что иное, как политическая манипуляция. У Армении есть влиятельные покровители за рубежом, в том числе сильное армянское лобби в США. Все эти силы препятствуют установлению мира и стабильности в регионе. 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией Армении. Казалось бы, война 2020 года должна была расставить всё по своим местам. Но мы вновь видим деструктивные шаги со стороны Еревана. Пакистан не признаёт так называемые выборы, которые армянские сепаратисты провели в Ханкенде. Мировое сообщество также не признаёт этот процесс. Выступая на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что правительство страны взяло на себя обязательство реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан страны в рамках политико-правовых, социальных и экономических отношений. Вместе с тем глава МИД Азербайджана напомнил, что Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств в рамках процесса нормализации. Активно пропагандируют этническую ненависть, искажают факты, манипулируют этническими армянами и вводят в заблуждение международное сообщество с фабрикованными нарративами. Это подтверждает в том числе отказ представителей армян Карабаха от встреч с азербайджанской стороной. «Азербайджан – мультикультуральное государство. В вашей стране проживает большое количество национальностей и этносов. Процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество сейчас в большей степени зависит от Еревана. Президент Ильхам Алиев и азербайджанское правительство не раз заявляли о том, что государство гарантирует соблюдение всех прав и свобод, предусмотренных Конституцией страны. Однако Армения снова и снова находит какие-то причины для оттягивания процесса реинтеграции». Интеграция армян Карабаха в азербайджанское общество помешает в том числе отказ военной хунты в Ханкенди от использования альтернативного Лачинской дороги и более выгодного для них же самих маршрута Ахдам-Ханкенди. Крича на весь мир о якобы голоде, царящем в городе, они вместе с тем отказываются принимать продовольственный груз, отправленный в Баку. Как отметил президент Европейского союза Шарль Мишель, открытие маршрута Ахдам-Ханкенди является важным шагом, который должен поспособствовать параллельному использованию Лачинской дороги. Прохождение накануне по указанной дороге грузовиков Российского общества Красного Креста, по мнению Мишеля, придаст импульс возобновлению регулярных поставок продовольствия населению Ханкенди. В Молдове склонны предположить, что азербайджанская сторона нашла бы какие-то точки соприкосновения с армянской стороной, если бы не внешние силы, которые подталкивают армянскую сторону к эскалации данного конфликта. И официальный Кишинев не воспринимает эти так называемые выборы ничем иным, как попытка эскалации ситуации в регионе. Карабахский регион является частью Азербайджана. Поэтому все вопросы, которые возникают на территории Азербайджана, в том числе и в Карабахском регионе, официальный Кишинев считает, что все вопросы должны решаться в правовом поле Азербайджана. Открытие дороги Агдам Ханкенди позитивно оценил также посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд. Великобритания приветствует доставку грузовиком российского общества Красного Креста продовольствия армянам в Карабахе по дороге Агдам Ханкенди. В качестве следующего шага Лондон поддерживает доставку Международным комитетом Красного Креста продовольствия в Карабах по маршрутам Агдам Ханкенди и Латшин, написал дипломат на своей странице в социальной сети ИКС. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова